Привет, друзья! Снова с вами я, Шевченко Александр, и очередное видео по улучшению качества жизни от Академии Счастья. Ежедневно я записываю новые видео, которые помогают улучшить жизнь в каком плане? Повышают осознанность, потому что я делюсь тем, что приходит, тем, что является озарением. По сути, озарение — это новое знание жизни. И вот эти озарения, они приходят к человеку, бывают самые такие неожиданные моменты, когда происходит внезапное понимание, то есть отключается логика, и, как вот можно сказать, подсознание или сверхсознание говорит о том, какой правильный путь избрать, да, то есть и понимаешь, почему раньше не получалось. Бывают такие моменты в жизни у каждого. А вот практика процессинга, когда разбираем, что же в уме там у человека не так, она позволяет еще больше в это углубиться и получать озарение на постоянной основе, то есть каждый день, да, то есть потому что вот когда люди занимаются медитацией, они тоже, по сути, очищают свой ум, то есть потому что состояние медитации — это состояние вне ума, когда пространство чистое, когда пространство ума чистое, когда там нету никакой засоренности, а нет никакого волнения, это как тишь да гладь на море, когда ничто не мешает, когда полная расслабленность, когда гармония в душе, можно так сказать. Я пытаюсь описать это другими словами. И вот это состояние покоя и расслабленности, оно как раз и дает возможность человеку действительно быть сейчас, быть счастливым, быть в моменте. Многие люди спрашивают, как к этому прийти, что нужно для этого делать, какие-то способы. И мастера придумывают различные способы. Способы медитации, да, то есть способы, точнее, прихождения к состоянию медитации. То есть по сути это практики, которые позволяют человеку действительно очистить свой ум, то есть сделать так, чтобы ум не мешал процессу вот этого познавания, процессу озарения, нахождения здесь и сейчас. Потому что многие мысли отвлекают человека, как выбивают из этого состояния. И, соответственно, он становится уже не спокойным, не медитативным, как говорят, а встревоженным, возбужденным. То есть даже состояние сексуального возбуждения очень сильно выбивает из этого. По сути, естественное состояние для человека – это состояние спокойствия, умиротворения, состояние вот такого счастья, сечастия. А все, что вокруг, оно пытается вывести из этого состояния. То есть имеется в виду события, другие люди, то, что происходит в повседневной жизни. И для того, чтобы сохранять вот это состояние спокойствия, умиротворения, люди как раз и занимаются вот духовной практикой, медитацией или психотерапией. Почему? Потому что каждый человек, он на самом деле желает быть счастливым, быть здесь и сейчас в моменте. Но с самого рождения родители, потом сверстники, друзья пытаются вывести его из этого состояния и сделать, по сути, так, чтобы он занимался тем чем-то, что не касается его лично. То есть имеется в виду, решал какие-то навязанные проблемы, справлялся с какими-то вымышленными ситуациями. А на самом деле в этом нет никакой необходимости. О чем я здесь говорю? Я говорю здесь о том, что в этом состоянии умиротворения у человека, по сути, нет никаких проблем. У него нет необходимости с чем-то справляться. Потому что все вот эти проблемы, они являются сотворенными. То есть сотворенными в сознании, сотворенными в уме. И когда человек приходит к этому состоянию, он понимает, что никаких проблем нет, что ни с чем справляться, что он это осознание и что все является осознанием. Но важно прийти к этому, не просто услышать где-то, прочитать в книге или там, чтобы кто-то рассказал, даже мастер. Действительно прийти к этому. И к этому есть путь. Путь озарений, путь процессинга, духовной практики, по сути, которая помогает человеку в увеличении осознанности. Это дает возможность действительно быть в этом состоянии осознавания, в состоянии озарения, когда все происходит само собой. И в то же время вот этот процесс прохождения само собой, он основан на понимании, на признании того, что происходит, на ответственности, на принятии. И тогда человек действительно находится в моменте и живет здесь и сейчас, в потоке, в этом состоянии медитации и счастья. По сути, это состояние достижимо для каждого. И тогда, когда каждый будет в этом состоянии, будет происходить изменение. Изменение в нашей жизни. Изменение в том, как мы относимся к себе и друг к другу. Поэтому важно не внешние изменения, а внутренние изменения. И как раз об этом все мои видео. И сегодня еще, перед окончанием, я хотел бы поздравить всех девушек, женщин с праздником и пожелать много любви, радости, счастья и гармонии во всем. И приглашаю вас, конечно же, в Академию Счастья. Добавляйте в друзья в соцсетях. Ставьте отметку «Нравится» под этим видео. Подписывайтесь на мой канал. И, конечно же, делитесь этим видео с друзьями, близкими. Пусть они тоже узнают и поймут, что можно быть счастливыми, радостными и осознанными. На сегодня, друзья, все. Увидимся скоро в следующем видео. До встречи.